Огромный привет всем зрителям и гостям моего канала. Сегодня я снимаю очередной влог. Мы направляемся в твой дом, в Москву, на шопинг. Вот здесь сидит рядом Антон. И смотрит навигатор. Да, он смотрит навигатор, потому что мы в небольшой пробочке. Попадает все зеленое, папа. Вот. Дальше все зеленое. Дальше у нас дорога свободна, поэтому поедем побыстрее. Сегодня мы планируем немножечко погулять по магазинам. Антон вместе с папой хотят на аттракционах покататься. А пока они будут кататься на аттракционах, у меня тоже будет возможность посмотреть что-то для себя и для дома. Если вам интересно подобное видео, беру вас. Мы приехали на место, припарковались и сейчас решили начать с Вегаса. Немножечко походим там в аппетикат, а потом уже в ТВ. Решила зайти в H&M и кое-что примерить. Сейчас нахожусь в примерочной, посмотрим, может быть, что-то подойдет. По итогу я решила остановиться вот на этих двух вещах. Платье и вот такая вот лузочка. Но тут нет, что-то мне как-то не нравится. Хотя вот такие вроде бы веселенькие порастетки, но нет. Продолжение следует... Мы решили перекусить, дошли, как всегда, в Макдональдс. Антон, тут вот потом нас не убрали с соседнего стола. Скажи что-нибудь. Получилось не сказать, а? Ой, моська такая огромная. Наш заказ готовится и поскольку мы заказываем чекенбургеры, то всегда с этим проблема. Почему-то долго приходится ждать. Вот он, наш заказ готов, налетай. Антон себе хаби-мил заказал из-за игрушки. Вон мой пакетик из H&M. Вот роготошка. Можем нахать. Сейчас сделаем сейчас. Берем свежее молоко в твоем доме. И считаю достаток. Да, Антон очень довольный, как всегда прыгает. Да, Антон очень довольный. Как всегда прыгает. Вот такие вот пирожки очень люблю. Да, и в своем доме мы всегда приходим вот за этим хлебом. Называется хлеб от стеков. Обязательно попробуйте. Учебный слой. Антоха уже устала. Мы опять набрали полную тележку. И едем на кассу. Все, мы едем на стоянку. Шопинг закончился. Пора домой. В Литуаль купила себе помаду. Вот такую вот от Maybelline. Очень простую. Красный цвет. Не выдержала. Прямо в машине нанесла. И мне кажется, я попала в точку. Это вот именно тот оттенок красного, который мне идет. Как вы считаете? По крайней мере, именно мне кажется, что этот цвет близкий моему цветотельку. И подходит мне. Потому что у меня были другие оттенки красного. Они совершенно мне не идут. То есть полная дисгармония, дисбаланс с моей внешностью. А этот цвет очень даже мне нравится. Оттенок 535. Ну, о всех покупках косметических я сниму отдельный ролик. И к слову о красном оттенке. Взяла себе еще вот такой блеск от Лореаль. Тоже в красном. Не стала даже присматриваться к люксовым помадам. Потому что в магазине не то освещение. Очень сложно на самом деле подобрать что-то на себя. Понятное дело, тестера я наносить не буду. А подбирать на руке очень сложно. Поэтому взяла несколько таких бюджетных вариантов. Как Maybelline, Лореаль. Лореаль немножко подороже. Но в любом случае, такой вот блеск, я думаю, что он не будет давать сильную пигментацию на губах. В общем, посмотрим. Потом расскажу более подробно в отдельном ролике. Быстренько, пока не убрала, покажу вам все сегодняшние покупки. Для дочки в Мазаке три вот таких футболки. Очень удобно сейчас летом. Верх отдельно, низ отдельно. То есть без памперса. Описывала трусики. Просто-напросто низ поменяла. Футболка осталась той же. Взяла шорты. Тоже две штучки в комплекте. Вот такие вот лососевые и бирюзовые с рюшечками. И еще одну футболку. Вот так выглядит горошек. Лето, поэтому большое количество носочков. Здесь вот для дочки. Еще. И еще. И еще. Главное для меня, чтобы вот здесь вот резиночка была мягкая и не давила ножку. Трусики. И Антону носки. Он сам выбирал себе. Тут много их. Еще одна упаковка. Видите? Разные. Под разную одежду. И дочке взяла ботиночки. Нет, не пугайтесь. Это просто я взяла. Я схватила по одному ботинку с каждой пары. Получилось вот так. То есть марка Элегами. Именно такую мы сейчас носим. Это ортопедическая обувь. Видите? Вот там вот супинатор такой плотненький. Взяла уже 21 размер. Вот такие вот ботиночки-кроссовочки. Потому что 20-й нам уже становится маловат. На такую прохладную погоду. И взяла вот такие вот тоже сандалики. Опять же Элегами. Тоже 21-й. Сейчас носим 20-е. Удобная обувь. Мне нравится. Вот они, кстати, наши. 20-й размер. Такие вот зайчики. Уже такие позатертые, позаношенные. Но очень удобная обувь, действительно. Также в твоем доме, смотрите, что я купила. Это вот такие вот искусственные цветочки. Вазу напольную, которая стоит у нас на террасе. Сейчас мне хочется здесь наводить красоту. После небольшого ремонта, который мы здесь сделали. И я взяла вот такой вот белый яблоневый цвет. Три веточки. Очень натурально смотрятся. Очень нежно. На самом деле не люблю я искусственные цветы. Но так, как научились делать сейчас, особо от натуральных не отличишь. В общем, очень нежно смотрится. Ну и еще для дома я взяла несколько корзинок. Вот таких вот пластиковых плетеных. Коричневого цвета. Хочу их вставить в комод. Просто в качестве разделителей. Таких вот контейнеров. Так удобнее будет хранить вещи. Потому что сейчас все там завалено. И в другой комод, который белого цвета, я взяла вот такие вот корзинки. Они такие менее глубокие. Но просто у нас ящики там тоже менее глубокие. Тоже 4 штуки. Это все для организации пространства. И сама я себе сделала подарок ко дню рождения. Вот такой вот комплект постельного белья. С орхидеями. Это семейный комплект. То есть здесь 2 полуторных пододеяльника. То, что сейчас мне нужно. 4 наволочки 50 на 70 и 70 на 70 по 2 штучки. Это сатин. Очень приятная ткань. И второй комплект купила уже с ирисами. То есть тоже семейный. 2 пододеяльника. Этот уже попроще будет. Смотрится он вот таким вот образом. И тоже здесь 4 наволочки. И покажу также в этом видео некоторые свои химико-косметические покупки. Назовем это так. Начну с ватных дисков. От Клиник покупаю. Здесь 120 штук. Нравятся мне хорошие ватные диски. Решила взять гель для душа от DAF. С ароматом кокоса. Какой-то такой кокосовый бум у меня опять начался. Вот. И понравился мне аромат. Бюджетный гель такой. Крем-гель. Вот. Поэтому попробую. Плюс это новинка какая-то. Дальше. Краска для волос. Да. Опять видите. 4 упаковки. Взяла от L'Oreal Preference. Я раньше пользовалась именно этой серией краски. Это такая краска гель. Я покупала 8,1 оттенок. У меня был Копенгаген. На этот раз я решила попробовать вот такой 9,1 Викинг. Снова, как видите, потянуло меня на светлые оттенки. Решила более темные отложить до зимы. И от Schwarzkopf Perfect Mousse или Perfect Mousse тоже взяла два оттенка. 1200 Ultra Blonde и 1000. Сейчас почему-то он называется мягкий осветлитель. Насколько я помню, раньше это был тоже какой-то оттенок. Но вот сейчас мягкий осветлитель. Не знаю. Может быть что-то изменилось. Но хотя девушка на коробке та же самая, оттенок тот же. Поэтому я взяла, на самом деле, я взяла две упаковки. Просто вторую я уже убрала в шкаф. Вот. Может быть перемешаю их между собой. Я на свою длину сразу развожу себе две коробочки. Для сына, точнее даже он сам взял себе зубную пасту. Вот такую от Splat. Любит ее. Нравится. На самом деле хорошая паста. И из химии сегодня я взяла только один порошок. Точнее гель для стирки. Жидкий гель для стирки. Для всех типов тканей. То есть универсальной. От Баги. У меня, кстати, спрашивали, где я покупаю продукцию фирмы Баги. Вот сейчас в твоем доме она появилась. И можно приобрести. И некоторые покупки у меня были в магазине Литуаль и Ривгош. Сложила в один пакет. Вот эти вот покупки, наверное, я вам покажу в отдельном видео. Чтобы сейчас не мешать все в кучу. На этом свой влог я хочу закончить. Благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего настроения. Удачи. Обязательно увидимся с вами в моих новых видео. Всем пока.